Лекция по Бхагавад-гите, как она есть, вторая глава, тексты 21 и 22, прочитанная Его Божественной Милостью, Ача Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 26 августа 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Итак, это еще один способ убедить. Очень просто. Каждый может понять. Ба шаг ши джинна ниге тхаг ги хай. Когда наша одежда, пальто, рубашки стареют, изнашиваются и становятся непригодными, мы их выбрасываем и приобретаем новую одежду, рубашку, пальто. Точно так же, душа с младенчества меняет одежду. У младенца, к примеру, есть башмарчок. Но когда малыш подрастает, башмачки становятся малы, вам приходится покупать другие. Когда ребенок подрастает, когда меняет тело, ему требуется другая обувь. Вот и душа меняет свое тело в точности, как мы меняем одежду. Басамси джирнани, когда одежда становится старой и непригодной. Ядха Вихая, как мы оставляем ее. Вихая означает «оставлять». Навани — новое одеяние. Нара Апарани — грехнати. Тело сравнивается здесь с одеждой, пальто или рубашкой. Портной шьет пальто по меркам нашего тела. Точно так же материальное тело, как рубашка и пальто, кроится по телу духовному. Духовное тело не является ниракара, бесформенным. Если бы оно не имело формы, тогда у одежды, пальто и рубашки не было бы рукавов и штанин. Это здравый смысл. У пальто есть рукава, у штанов — штанины, потому что у их владельца есть руки и ноги. Это доказывает, что духовное тело не безлико. Оно не ноль. У него есть форма. Но эта форма настолько мала. Анора-ни-яга-маха-то-махи-яга. Эта форма меньше атома. Анора-ни-яга-маха-то-махи-яга. Есть две духовные формы. Одна — это форма Верховного Господа, вера-трупа. А другая — анора-ни-яга. Меньше атома. Об этом говорится в Катху Панишат. Канор-ни-яга-маха-то-махи-яга. Атма-сха-жан-ту. Нихито-гухайам. 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 Гухайам означает «в сердце». Обе эти формы находятся в сердце. Итак, обратитесь к современной науке. И душа, и сверхдуша пребывают в сердце. Там не сказано, что они расположены в любом месте тела. Нет. Рид Дэше, в сердце. И на самом деле, в соответствии с медициной, сердце является центром всей деятельности тела. Это офис. А мозг выполняет роль менеджера. Там есть и директор, Кришна. В другом месте он также говорит. Все предельно ясно. Я нахожусь в сердце каждого. Отыщите Бога. Найдите Кришну. В нескольких местах ведических текстов сказано «гухайам». Гухайам означает «в сердце». Там находится Верховный Управляющий Кришна. И Он распоряжается. Теперь это живое существо желает исполнить свое желание так. Он дает указания материальной природе. Подготовь такую-то машину, тело для этого мошенника. Он хочет наслаждаться. Хорошо, пусть наслаждается. Вот как это устроено. Мы все бессовестные. Мы придумываем, как нам жить. Я думаю. Вы думайте. Но мы не можем исполнить наши желания, не получив санкций Бога. Это невозможно. Однако, поскольку мы настаиваем, я хочу удовлетворить свое желание так-то и так-то. Кришна дает разрешение. Хорошо. Например, ребенок на чем-то настаивает. Ему хочется чем-то обладать. Отец соглашается. Хорошо, возьми. и так, хотя мы получаем все эти тела с дозволения Верховного Господа, Он делает это неохотно. Почему у этого негодяя такое желание? Таково наше желание. Поэтому в конце Кришна говорит Сарва Дарвана Паритежа, перестань быть негодяем. Хочу это тело, хочу то тело, позвольте мне наслаждаться жизнью, как мне хочется. Довольно глупостей. Итак, здесь, в ведических писаниях, мы находим, что и Господь, и живое существо пребывают в сердце. Живое существо джива желает. Хозяин дает санкции. А прокрити, материальная природа, предоставляет тело. Вот вам готовое тело, сэр, заходите. Поэтому у истоков нашего затруднительного положения или освобождения лежит наше желание, как мы пожелаем. Если мы хотим освободиться из тюрьмы, рождения, смерти, старости, и болезни, путь открыт. Если же вы хотите продолжать влачить свое существование в материальном мире, меняя тела, в Асам Сиджирнане, дело в том, что вы не можете наслаждаться духовной жизнью в материальном теле. В материальном теле вы можете наслаждаться только материальным миром. если вы хотите испытать радости духовной жизни, вам необходимо духовное тело. Но из-за отсутствия у нас знаний о духовной жизни, духовном счастье, все, что нам остается, это желать наслаждаться этим миром, жевать уже пережеванное. Мужчины и женщины наслаждаются сексом дома, или идут в стриптиз-клуб, и там, и здесь объект наслаждения один и тот же, секс. Но они думают, если я пойду в театр на стриптиз, там будет больше наслаждений. Это называется пунах-пунаш-чар-вита-чар-вананам. Жевать пережеванное. Занимаетесь сексом дома, или идете в стриптиз-клуб, жевание жеванного. В этом нет расы, нет сока, поэтому они разочарованы. Пережевывают жеванное, вкус тот же самый. Например, вы пожевали стебель сахарного тростяка, высосали сок. Если вы будете жевать его снова, то что вы получите? Но они настолько тупы, настолько беспринципны, они не знают это. Они пытаются выжить наслаждение из того, чем уже наслаждались, что уже живали. вы обнаружите, что когда собаки совокупляются, они не стесняются этого. вокруг собираются похотливые люди и смотрят. Они смотрят, потому что тоже хотят, если бы я мог так наслаждаться на улице. Иногда они так и поступают. такое встречается. Итак, материалистическая жизнь подразумевает секс. Это так гнусно. Тучхам. Тот, кто понимает это, достигает освобождения. Но если вас еще влечет к этому, следует понять, что ваше освобождение еще не пришло. Тот же, кто понял и оставил мирские желания, достиг освобождения, несмотря на то, что еще находится в своем теле. Такого человека называют дживан мукта саучетой. Ники ле шу пи ав стасу дживан на мукта саучет. Как же мы можем освободиться от этого желания? Если вы просто желаете служить Кришне, вы сможете избавиться от материальных желаний. В противном случае нет. Это невозможно. если вы желаете чего-либо помимо служения Господу, Майя будет заманивать вас. Почему бы тебе не насладиться этим? Поэтому Ямуна-чарья говорит, Яд свое сознание в служении лотосом стоп Кришны. Этот стих написал Ямуна-чарья. Он был великим царем. А цари, как правило, очень распущены. Но впоследствии он стал святым преданным. он делится личным опытом с тех пор, как Я посвятил свой ум служению лотосоподобным стопам Кришны. Нава-нава. Особенность духовного служения в том, что каждое мгновение вы испытываете новизну ощущений. Оно не наскучивает. К тем, кто достиг духовного осознания, в служении Кришне приходят все новые и новые откровения. Здесь, в материальном мире, наслаждение утрачивает свою новизну, становятся неинтересными. Поэтому вы испытываете разочарование. Но если вы служите Кришне, вы откроете для себя источник вечного вдохновения, он духовен. Однако, если вам скучно, знайте, что вы еще не заняты духовным служением, ваше служение материально. Это формальность, стереотип. Если же вы чувствуете прилив постоянно обновляющейся энергии, это верный признак того, что ваше служение духовно. Таков критерий. Ваш энтузиазм будет возрастать, а не уменьшаться. Итак, мы сами можем это проверить. Если во время манглаарати нас одолевает лень, это значит, что наш духовный уровень недостаточно высок. Если же человек чувствует вдохновение, начинается манглаарати, нужно вставать, идти на него. Это духовно. Каждый может проверить. Бхакти духовно по своей природе, как только вы соприкасаетесь с высшей душой, наслаждение этого материального мира не прельщает вас. Кришна существует. Кришна также находится в сердце, как и я. Мы подобны двум друзьям, птицам, сидящим на одной ветке. Это описано в Упанишаде. шамани, бриксе, пуруша, нимапно. Они сидят на одном уровне. Нимагно. Птица джива, живое существо, клюет плоды дерева. она действует ради плодов. Кшеттаргья. Все это описано. Кшеттарган чапу имагавиддхи, сарва кеттри сухарат. Домлобладелец и постоялец. Я постоялец этого тела, а хозяином является Кришна. Поэтому Кришну также называют Хриши Кеша. Хриши Кеша. На самом деле мои руки, ноги, глаза, все мои чувства принадлежат ему. Я лишь жилец, но не владелец. Мы забыли об этом. Например, если вы находитесь в съемной квартире, вы являетесь квартирантом, вам дали разрешение занять комнату, но она не принадлежит вам. Если же вы возомните себя хозяином, это неправильный путь. Тело, страна, нация, или мир, или вселенная, ничто из этого не принадлежит вам. Это собственность Кришны. Хозяин сарвалокам ахешварам. Кришна говорит, это моя собственность. Ошибка в том, что мы не знаем хозяина, и будучи лишь временными жильцами, не по назначению используем наше жилище. Такова материальная обусловленность. мы злоупотребляем. Но управляющий находится рядом с вами, он всегда помогает вам. Однако наша болезнь в том, что мы заявляем свои права и хотим поступать по собственной прихоти, чем помещаем себя в материальные условия. мой долг действовать на благо хозяина, не для себя. Таково мое положение. Мы существуем наряду с Кришной, но мы его вечные слуги. Например, вместе с телом рождается и палец. не рождается отдельно. В момент моего рождения родились и мои пальцы. Аналогично, когда Кришна был, Кришна не рождался, и мы тоже никогда не рождались. Очень простая философия. Мы неотъемлемые части Кришны. Если Кришна рождается, тогда рождаюсь и я. Если Кришна не рождается, я тоже не рождаюсь. Кришна Аджа, и мы тоже Аджа. Кришна не тленен, не подвержен изменениям. Мы тоже, ибо мы неотъемлемые части Бога. Для существуют неотъемлемые части? Почему существует моя рука? Потому что она нужна мне. Мне нужна помощь руки. Мне нужна помощь своих пальцев. Это необходимо. Нечестные люди говорят, зачем Бог создал нас, негодяя? Это необходимо, потому что Он Бог. Он желает вашего служения. К примеру, влиятельный человек содержит множество слуг. Если какой-нибудь невежда спросит, зачем вам столько прислуги? Потому что я большой человек и я так хочу. Простая философия. Точно так же, если Бог представляет собой высшую власть, Он должен иметь очень много помощников. В противном случае, как Он будет управлять? Целая вселенная действует под управлением помощника Бога, Брахмы, самого могущественного помощника. Здесь сказано «Хрида» в сердце Брахмы. Брахма был один и не знал, что делать. Он оказался в замешательстве, но Кришна дал ему наставление «Создай вселенную так-то и так-то. Я даю разум». Итак, у вас есть все возможности. Кришна всегда с вами. Если вы хотите вернуться домой к Богу, то Кришна готов всячески наставить вас. «Да, я на маму паяньте те». Он советует «Да, делай так». Тогда ты завершишь свои материальные дела и покинув свое тело, придешь ко мне. воплощаться. если вы хотите продолжать материальное существование, тогда вам придется воплощаться, а когда тело становится непригодным, вам приходится расставаться с ним и поселяться в следующем теле, так как колесо материальной жизни продолжает вращаться. Но если вы хотите остановить его, если вам действительно опротивила такая жизнь рождаться, умирать, снова рождаться, но мы настолько бессовестны, настолько низки, что все это не так уж и претит нам. Мы хотим продолжать, поэтому Кришна тоже готов. Хорошо, продолжай. Об этом говорит Бхагавад-гита. Очень ясно. Кришна знает ваше желание. Если вы еще хотите наслаждаться этим материальным миром, хорошо, наслаждайся. для разного рода наслаждения нам необходимы разные инструменты. И Кришна готовит их для вас. Он столь добр. Например, ребенок хочет машинку, и отец дарит ребенку игрушку. Хорошо, возьми игрушечный автомобиль. ему хочется паровоз. Он хочет стать машинистом. Теперь такие игрушки доступны. Точно так же Кришна обеспечивает нас этими телами, игрушками, янтрами. Янтра значит машина. Это машина. Все понимают, что это машина. Но кто ее предоставил? Материалы для машины поставляет природа, но создается она по указанию Кришны. Пракрити, природа подготавливает все это, повинуясь моей воле. Так ли трудно понять сознание Кришны? Бхагавадгита все объясняет. Если вы добросовестно изучите ее и попытаетесь понять, вы всегда будете пребывать в полном сознании Кришны. В Бхагавадгите есть все, каково мое положение, как я действую, как я умираю, как получаю тело, куда направляюсь, там все подробно описано. Нужно просто иметь немного разума. Однако мы остаемся безмозглыми, негодяями, потому что общаемся с таковыми, с обманщиками, философами, ханджами, аватарами, богаванами, свами, йогами и карми. Поэтому мы сами превращаемся в негодяев. Поэтому Наратамда Стакуэр с сожалением пишет, что я отказался от общения с преданными, чтобы общаться с одними негодяями. Асад, Асад Санга. Поэтому меня затянуло в водоворот рождения и смерти. Тейкарани. Так оставьте же это. Чанаке Пани тоже говорит, откажитесь от общения с негодяями. «Общайтесь только с преданными». Это правильно. Мы открываем различные центры не для наслаждения чувств, но ради благоприятного общения преданных. Те, кто управляют этой организацией, должны всегда помнить, что мы не можем превращать это учреждение или этот центр в бордель. Управление должно осуществляться таким образом, чтобы у нас всегда было хорошее общение для духовного развития. Это необходимо. Спасибо вам большое. Лекция по Бхагавад-гите, как она есть, вторая глава, тексты 23 и 24. Прочитана его божественной милостью, Ачеба Ктивиданта и Свами Прабхупадой, 27 августа 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Вот еще одна головоломка для ученых-шарлатанов. Ведь они считают, что кроме как на Земле ни на каких планетах жизни нет. По их мнению, из-за иной атмосферы живые существа не могут там жить. Что ж, возьмите, к примеру, солнце, огненную планету. естественно, мы полагаем, что ни одно живое существо не может там жить. Это огненное небесное тело. Но Кришна говорит, огонь не сжигает душу. Это вполне логично, поскольку мы видим, что мы живем на суше, а обитатели вод, рыбы, живут в воде. Я не могу жить в воде, а рыба не может жить на суше. в воде. Но если, невзирая на собственный опыт, я стану отрицать наличие жизни в воде, то кто я как не негодяй? Точно так же эти негодяи рассуждаются своих позиций, поскольку они не способны жить в огне или в воде. Они думают, что и в огне нет жизни. Это обман. Опровергая слова этих мошенников, Кришна говорит «Най нам дахати павака». Живые существа есть даже в огне. Поэтому Кришна говорит «Имага вася те юга практ ва на хам а бая спорь я поведал науку бхагавадгиты к Богу Солнца. Конечно же, беспринципные умники спросят, как на Солнце может быть какой-то Бог или человек. Именно так они и подумают. Они обо всем судят со своего угла зрения. Так устроена современная наука. Я не могу себе представить такое, поэтому этого не может существовать. Они считают, что все должно вмещаться в их опыт. Вот что происходит. Они никогда не признают, что их опыт несовершенный. Если вы несовершенны, если ваши чувства несовершенны, как сможете вы получить совершенный опыт? Это невозможно. Ачинтя. Существует столько непостижимых энергий, действующих от имени Кришны. Кто вы такой? Вы можете обмануть горстку людей, заставив их поверить в то, что вы Бог. Это другой вопрос. Но непостижимая энергия Кришны действует по-другому. Шрила Джива Госвами говорит, что пока мы не признаем этот принцип непостижимости энергии Кришны, Бога, Ачинтя Шакти, мы не сможем его понять. Если мы поместим Кришну в рамки собственного ограниченного ума, это не поможет нам постичь его. Это непостижимая сила также находится внутри нас. Мы не знаем об этом. Многие тайны сокрыты от нас. Я много раз приводил такой пример. Если удалить ноготь, он вырастет снова в точности такого же размера. Он сам растет из моего тела и становится точно на свое место. Врачи не могут это повторить, но ноготь растет сам в точности по размеру. Как он растет? Это непостижимо даже для меня. Я не способен постичь даже то, как растут мои волосы. Я подстригаю их каждую неделю, но они продолжают расти. Во мне так много маленьких непостижимых чудес. Я неотъемлемая часть Бога. Только представьте, каким могуществом наделен Кришна. Это здравый смысл. Из шастры мы узнаем, что Кришна в аспекте Гарбадакашая Вишну сотворил воду внутри этой вселенной и возлег на нее. Мы не можем себе представить, как кто-то может произвести воду из своего тела, океан воды. Но рассудите здраво, иногда мы потеем, выступает из парина это вода. В Индии это особенно заметно летом. Порой пот выступает так сильно, что им можно наполнить целый небольшой горшочек. Разумеется, чтобы вода так выходила из тела, нужно быть здоровым человеком. Итак, я ограничен. Я лишь малая частичка тела Кришны, неотъемлемая частичка. Если у меня есть способность производить воду, пусть даже каплю или унцию, то Кришна наделен безграничным могуществом. Он может создать море. Неужели это трудно понять? Он может произвести бесконечное количество воды, которую можно назвать океаном или морем. Поэтому веды говорят, кто проявил эти пять элементов? Кришна говорит, это моя энергия. Так все есть энергия Кришны. Он может произвести все. Попытайтесь подтвердить это примером. Вы крошечное проявление Кришны. Вы можете изучить свои деяния, свои ощущения. То же самое, но только в безграничной степени относится к Кришне. Только и всего. Арджуна мог подумать, Кришна говорит, что тело отлично от души. Душа находится внутри тела. «Если я обрушу свой меч на тело моего деда или тела моих родственников, то можно предположить, что вместе с телом будет разрублена и душа, сокрытая внутри тела. Случайно может пострадать и она». Поэтому Кришна говорит четко и ясно «Найнам чинданти шастерани». Душу невозможно разрезать никаким оружием. Ее нельзя пронзить стрелами, разрубить мечом, сжечь огнестрельным оружием. таково положение души. Она неизменно, неразрушима. Это описание души через отрицание. Есть ли что-либо в этом мире, что нельзя разрезать на куски? Видели ли вы что-нибудь подобное? Возьмите дерево, камень, железо, что угодно. Все можно разрезать. Поэтому когда Кришна говорит «Найнам чинданти шастерани», это означает нечто совсем не похожее на материальные элементы. Это нечто совсем другое. есть материальные элементы, такие как земля, вода, огонь, воздух и эфир. Вы можете изготовить оружие из земли. Из воды им сейчас оружие не делают, но в былые времена существовало оружие из воды. Оно использовалось в битве на Курукшетре. Одна сторона выпускает атомное оружие Брама стру, другая сторона отвечает водной астрой, нейтрализуя силу атомной бомбы. Что же теперь знают ученые? Они изобрели атомную бомбу, но не могут создать оружие, нейтрализующее ее действие. Это невозможно. Но такое оружие есть. Атомная бомба — это оружие огня. чтобы противодействовать ей, вы должны создать другую бомбу, использующую силу воды. Во время войны на вас нападают с каким-то оружием, и вы должны защищаться, пытаясь противодействовать этому. Вывод вполне естественный. Если жизнь есть в земле, в воде, и даже в воздухе, об этом свидетельствует наш опыт, воздух густо населен живыми существами, вода тоже. Мы не видим их невооруженным глазом, но с помощью микроскопа мы можем разглядеть в воде и в воздухе множество микробов. Почему не в огне? Огонь тоже один из материальных элементов. Поэтому, хотя Солнце — огненная планета, ее населяют другого рода человеческие существа, которых можно назвать полубогами. Там тоже есть аналогичные здания, похожие люди, города, машины. Все. Там все это есть. В противном случае, как Кришна мог отправиться туда. Ведь говорится, если бы Солнце не было такой же планетой с живыми существами, домами, дорогами, машинами и всем остальным, так же, как Кришна не сходил на эту планету, Он приходил и туда. Кришна может прийти куда угодно. Когда Кришна находился в этом мире, Он бывал везде. Иногда Он погружался в воду, иногда проходил сквозь оболочки вселенной, иногда оказывался в духовном мире. Он переносился в духовный мир, взяв с собой Арджуну. Арджуна тоже отправился с ним. И в духовном мире Он увидел Карандакашая Вишну. Все это описано в Шимадбхагаватам. Он мог отправиться куда угодно. Они посещали райские планеты. Это Кришна, не Гурджи. Один удар, и Он слеп. Не так. Кришна может отправиться куда угодно, Ему все под силу. Это называется всем могуществом. Пока мы не признаем, что Кришна обладает непостижимыми энергиями, нам не постичь Его. Кришна джинданти шас трани на инан дах т пава. Этот стих раскрывает еще одну мысль. Приверженцы философии Майвады говорят, что Дух един, что Высший Дух безличен. Воплощаясь, Дух обретает индивидуальность. Такова их философия. Они приводят пример моря. Море это огромная масса воды, которая покоится на земле. На воду Вы можете спустить лодку или корабль, наполненный водой. В лодку Вы можете поместить кувшин с водой. В него еще один кувшин поменьше. В этот кувшин маленькую чашку или даже шелуху от зерна, содержащую воду. Их философия такова. Вода едина, но в зависимости от сосуда она становится большой или маленькой. философия. И когда все эти резервуары разрушаются, вода из них сливается в одно целое. Но этот стих опровергает эту абсурдную философию. Как? Дело в том, что душа, большая или маленькая, найнам чинданти шастрани, ее невозможно разделить на части. Это исключено. Согласно их доктрине, вода была разлита по разным горшкам, поэтому мы видим разные объемы воды. Но души всегда остаются индивидуальными. Вывод, что они разделились, неверен. Санатана означает вечно разделенные. Не думайте, что они разделились под каким-то влиянием. К примеру, мы держим воду в большом кувшине или в маленьком горшочке. Но с душами это невозможно. Они вечно остаются большими или маленькими. Вишну татва джива татва джива татва это малые части. Вечно малые. Вишну татва это верховная личность Бога. Вишну татва вечно безгранично велик. Санатна аджива татва вечно неизмеримо малые. Не подумайте, что некогда Единый Дух разделился на маленькие и большие части. Нет, теория Майавада не выдерживает этого утверждения Бхагавад-гиты. Душа ничем не была отделена. Она всегда была такой. Вечно отделенной. Невозможно разделить душу, ни малую, ни большую. воздух. Ни один из материальных элементов земля, вода, огонь, воздух не могут воздействовать на душу. Ветер может испарить огромный океан. большие реки, озера. Но душу невозможно испарить. Этим душа отличается от материи. Воздух может испарить бескрайний океан. Это происходит постепенно. С течением времени вода в море испаряется. пока наконец не исчезнет. Так говорят шастры. К моменту разрушения мира воды не останется. Например, сейчас это уже началось. Воды не хватает. Не идут дожди. и мы видим, что озера, реки и остальные водоемы высыхают. шастры. Шамасундра, ты говорил про ту реку? Как называется это озеро? Водохранилище. Оно высыхает. природа природа должна восполнять испарившуюся воду. Но с наступлением Кали-юги водоемы будут восполняться все меньше и меньше и постепенно высохнут. В конце концов вода исчезнет и тогда все живое, флора и фауна умрет. Дожди прекратятся на сотни лет и тогда всему придет конец. Все высохнет и превратится в пепел, потому что солнце будет палить в 12 раз сильнее. Как выжить в таких условиях? Все живое на планете погибнет. Температура будет все повышаться, пока не вспыхнет огонь, в котором сгорят все планеты Вселенной. После этого пойдет дождь, длящийся сотни лет. Вся Вселенная наполнится водой. Далее вода испарится, и это будет конец всей Вселенной. Это называется конец света. Бхагавадгита сообщает, что во время всемирного разрушения духовный мир остается нетронутым. Навинашиси. никакие разрушения не могут коснуться духовного мира. В той же степени это относится к душе. Авья-ям, неуничтожимое, неизменное. Разными словами Кришна описывает природу души. мы должны отнестись к этому серьезно, и тогда мы обретем совершенное знание. следующий стих. Перевод. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменное, неподвижное и вечное она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Это еще один способ объяснения через отрицание. В предыдущем стихе Кришна говорит «Най нам чинданти шастрани». На сей раз он снова приводит аргумент от противного «Аччедивьям». При помощи разных аргументов Кришна описывает бессмертно природу души. Есть пять элементов земля, вода, огонь, воздух. Ни один из этих элементов не может воздействовать на душу. из земли или металла вы можете изготовить острый меч, но это не означает, что этим мечом вы способны разрезать любую материю. Тем более вы не сможете разрезать своим мечом или другим материальным инструментом душу. душу нельзя ни сжечь огнем, ни смочить водой, ни сушить. с разных сторон Кришна описывает неизменность души. Другое важное слово это ниття сарвагата. Сарвагата означает все проникающее. Душа находится даже в камне, даже в песке. так как же эти люди могут утверждать, что на Луне нет жизни? Сарвагата. Мы видели, что жизнь есть даже в камне. Мне запомнилось это. В Агре есть одна джума мастика. На вершине каменного купола выросло дерево. Кто залез туда, чтобы посадить там дерево баньян? Оно проросло там, пробив камень. Никто туда не забирался. Это означает, что души есть везде. Как только предоставляется возможность, душа сразу рождается в материальном теле. При первой возможности. Это хорошо объяснено в седьмой главе. Они опять спускаются на землю обрывзаписи. Например, для того, чтобы попасть в другую страну, вам необходима виза. Как только заканчивается срок действия визы, визовая служба сразу же напоминает вам, «Сэр, ваша виза закончилась, вы должны уезжать». вот и пунья локи, высшей планетарной системы, вы можете достичь только благодаря своим праведным делам, пышным жертвоприношениям, пунья, благочестивой деятельности. Но ваша пунья очень ограничена. Когда она заканчивается, вы должны вернуться. Сказано, что когда души возвращаются на эту планету, они падают с дождем на землю и вновь начинают жизнь в форме травы или чего-то подобного, проходя путь эволюции. Поэтому Кришна не одобряет путь возвышения на райские планеты. Мой дорогой Арджуна, даже если ты отправишься на высшую планетарную систему Брахмалоку, где жизнь длится миллионы лет, тем не менее, когда истощится запас твоих добрых дел, тебе придется вернуться сюда. Но он сказал снова, если ты попытаешься попасть в мою обитель, тебе не придется возвращаться. карми кармакандия пытаются достичь райской планеты, высшей планетарной системы. Это не очень хорошая идея. Конечно, вы можете отправиться туда благодаря своим добрым делам, но прежде всего, в нынешний век люди настолько неблагочестивы, грешны, что это невозможно. Они могут лишь опуститься ниже. Они покрыты невежеством. Невежество — это вино женщины и мясо. Поэтому они идут вниз. Путь на райские планеты для них закрыт. Кто туда попадает? Урдхангва означает выше. Только праведники могут подняться туда. Даже если вы праведны, тем не менее, вам придется вернуться. Так устроен мир. Итак, сарвагата. Сарвагата означает, что душа свободна отправиться куда угодно. У нее есть полная свобода. Это тоже объяснено в Бхагавадгите. как вы пожелаете. Это зависит от вас. Делайте свой выбор по своему желанию. так или иначе, вы пришли сюда. Хорошо. Но Кришна дает вам шанс отправиться в любую планетарную систему по вашему желанию. В конечном счете, если вы захотите вернуться домой к Богу, такая возможность тоже дается вам. Если вы хотите отправиться на Луну, космический корабль вам не нужен. Для этого существует определенный процесс. После смерти вашего тела вы окажетесь на Луне. Таков путь. Для этого вам не нужно погружаться в какие-либо бессмысленные научные исследования. Просто подготовьтесь. Есть разные пути. Если вы хотите отправиться на Луну, вы можете это сделать. Если хотите попасть на райскую планету, возможность есть. Если вы хотите попасть на планету Кришны, вы можете сделать и это. Следовательно, здравомыслящий человек должен понимать, зачем стараться достичь высших планет, если мне снова придется вернуться, уж лучше я приложу усилия, чтобы вернуться на Кришналоку. Это признак разума. Однако великие йоги все равно стремятся достичь высшей планетарной системы. Перед тем, как попасть в духовный мир, им хочется посмотреть жизнь на высших планетах. они подобны туристам. Они отправляются куда-нибудь и останавливаются ненадолго, чтобы только посмотреть. Но вы не должны задаваться такими целями. Стремитесь к тому, чтобы вернуться прямиком домой, к Богу, к Кришне. Направьте свои усилия на это. И метод очень прост. Яджина поклоняйтесь к Кришне, так как мы научили. Совершайте мангла, радико, предлагайте пищу, поклоняйтесь. Яджи, яджина означает поклонение. Что в этом трудного? Если следуя этому простому пути, вы сможете вернуться к Кришне. зачем вам стремиться на райские планеты, на Луну? Откуда нам вновь придется возвращаться? Это разум. Спасибо вам большое.